Именно депутаты местных представительных органов наиболее близки к своим избирателям. Реально знают местные проблемы и контролируют их решения на местах. На реализацию плана мероприятий по наказам избирателей на 2018 год Совета муниципального образования Белореченский район запланировано 3 миллиона 600 тысяч рублей. Куда будут направлены эти средства и какие еще решения приняты на 75-й сессии Совета, узнала Наталья Пугачева. В повестке дня очередной 75-й сессии районного совета стояло 8 основных вопросов. В первую очередь депутатам было предложено рассмотреть корректировку бюджета, засчитав дополнительно поступившие краевые средства в 38 миллионов 647 тысяч 200 рублей. Из этой суммы более 22 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения. Управлению по физической культуре и спорту выделяется 16 миллионов 625 тысяч рублей в рамках краевой программы по развитию спорта. Объект, сразу могу сказать, это в станице Рязанской, малобюджетные спортивные залы. Затем депутаты обсудили план работы Совета на 2018 год, обозначив, какая комиссия будет ответственна за рассмотрение того или иного вопроса, вынесенного на сессию. В принципе, мы учили все обязательные вопросы, а то, что у нас будет появляться, мы будем добавлять. Не возражаете? Не возражаете. Да, возьмем за основу. Кто за то, чтобы план работы Совета на 2018 год принят за основу, прошу голосовать. Кто против, кто воздержался, принято. Спасибо. Еще один важный вопрос касался утверждения плана по выполнению наказов избирателей, которые получает каждый депутат в своем округе. Как правило, эти наказы делятся на те, которые можно выполнить за счет средств местного бюджета, и те, реализация которых возможна только с участием краевого бюджета. На реализацию плана мероприятий по наказам избирателей на 2018 год Советом муниципального образования Белореченский район 5-го созыва запланировано выделить 3 миллиона 600 тысяч рублей. В первую очередь районные депутаты готовы направить денежные средства на ремонт школ и детских садов, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта, благоустройство территорий. Предлагая к утверждению график приема граждан депутатами Совета на первое полугодие 2018 года, Татьяна Марченко в очередной раз отметила важность таких встреч с жителями. Поэтому депутатам нужно активизировать работу в этом направлении. Далее руководитель управления культуры Виктор Абальмазов проинформировал депутатов о проведенных мероприятиях, посвященных памяти белореченцев, участвовавших в Первой мировой войне. Так, например, в 2017 году в городском музее был открыт специальный стенд, проводились экскурсии, посвященные этому периоду нашей истории. Установлены мемориальные доски белореченским казакам, которые являлись георгиевскими кавалерами. Подготовлена к печати книга белореченского историка Галины Алексеевны Морозкиной, в которую вошли данные обо всех белореченских участниках Первой мировой войны. В вашем присутствии я хотел бы передать первый сигнальный экземпляр этой книги в Совет депутатов Татьяне Петровны. Там очень много такой интересной информации, ранее неиздаваемой, которая опубликована впервые. В ближайшее время состоится презентация новой книги. Наталья Пугачева, Сергей Чернецов. События и люди.